Даже нетипичный для последнего дня марта холодный дождливый день не напугал молодых артистов. У входа в школу от Идес под аккомпанемент аккордеона звонкими частушками всех гостей и членов жюри приветствовали девочки в разноцветных сарафанах, которые моментально настраивали гостей на праздничный лад. Уже с порога школы участники и зрители начинали хлопать в ладоши и потанцовывать, а устоять от веселья и задора никто не смог. Наша школа восьмой раз открывает двери для республиканского фестиваля «Веселые частушки». В нем принимают участие дети из детских садов города Вильнюса и начальных школ, а также из городов Побраде, Рудамина и Шельчиненкай. Дети разных национальностей, белорусы будут петь на белорусском языке. Я думаю, что поляки и дети из смешанных семей, и русские дети будут все петь русскую частушку и русскую народную песню, которая дает нам радость, она дает нам понимание жизни, ее мудрость и, наверное, привносит какую-то такую свою струю в многонациональную литовскую культуру. Официально называется конкурс, но по сути это фестиваль, потому что в фестивале все равны, все хороши. Из года в год руководителям детских коллективов удается удивить зрителей необычными выступлениями. Маленькие артисты с удовольствием танцевали, пели, изображали сказочных персонажей, демонстрировали свои яркие, необычные костюмы. Несмотря на столь юный возраст, как и положено настоящим артистам, дети на сцене чувствовали себя комфортно и с удовольствием демонстрировали свои таланты. Еще бы, ведь в зале столько друзей. Кстати, самому юному участнику Анечке всего три года. Вот корова пролетела прямо в теплые края, Ну а мне какое дело, ведь корова не моя. Вы, мальчики-хулиганы, запишите первыми на занятия, Кричите, вы такие нервные. От зажигательных выступлений не смог удержаться ни один гость. Участники вместе с родителями поддерживали молодых исполнителей, хлопая, подпевая и даже пританцовывая внизу у сцены. Мы считаем, что этот праздник русской культуры, он очень важен для нас и для детей, и для семей русских, проживающих в Вильнюсе, потому что, несмотря на то, что главная задача школы, это, конечно, воспитать граждан Литвы, но при условии сохранения национального идентитета детей. Это очень важно. Мы воспитываем не манкуртов, а воспитываем будущее нашей республики. И мы считаем, что человек, который проживает в Литве, будь он литовец или поляк, или русский, он должен сохранять в себе национальное своеобразие, культуру. У директора школы, кстати, есть и своя любимая частушка – собственного сочинения. Нужно сказать, что дети пишут о частушке у нас. Ну, и я сам иногда пишу. Вот вы сегодня мне дали домашнее задание – какую-то частушку спеть. Ну, допустим, такая частушка. В нашей школе ОТИТЕС много всяческих чудес, а одно из тех чудес – праздник песни ОТИТЕС в ОТИТЕС. Главное, что на общем празднике свободы и творчества победителями стали абсолютно все участники мероприятия. По итогам уже прошедшего праздника становится ясно – русское народное творчество и традиции в нашей стране стремительно процветают. Валерия Литвинова, Оудрис Андреяускас, Первый Балтийский канал!